Смартфоны и прочие гаджеты покупай на Алиэкспресс с дополнительной скидкой от geekdeal.ru Просто выбери гаджет, узнай условия акции и покупай по уникальной, выгодной цене Ссылка в описании Всем здорова! В интернете в последнее время появилось много обзоров на Xiaomi Mi 5 От других обзорщиков, не от меня Я их смотрю и у меня начинает, честно говоря, бомбить Все дело в том, что люди, некоторые даже не разобравшись в ситуации, начинают поливать говном Mi 5 Некоторые просто не знают культуру Xiaomi о том, что можно смартфоны кастомизировать и тоже начинают поливать говном Но я в свое время назвал Xiaomi Mi 5 лучшим китайским смартфоном, который был у меня в руках Это так и есть на самом деле, и до сих пор я не отказываюсь от своих слов На самом деле я до сих пор пользуюсь Xiaomi Mi 5 в качестве своего основного смартфона Так вообще еще не было ни разу за три года создания канала Я никогда не брал смартфоны себе в личное пользование, которое беру на обзор Но 4 месяца тому назад при создании обзора я еще не знал о неочевидных минусах и косяках данной модели О которых и хочу вам поведать Это видео, скорее всего, я назову топ, сколько-то там минусов Xiaomi Mi 5 Так что давайте смотреть, насколько же косячный флагман от Xiaomi Поехали! Начнем, пожалуй, с самой большой придирки, которой придирались все обзорщики, кому не лень Это то, что краска здесь по краям начинает слазить Да, это на самом деле так, но поверьте мне, это началось не в первую неделю и даже не в первый месяц использования Облезло у меня не так критично, как можно показаться Есть микроскопические потертости краски здесь справа в боку Но это потому, что я использовал данный смартфон в содружестве со своим стабилизатором для смартфона Uplay AirBird И он его поцарапал И все, пожалуй И где-то здесь внизу еще, но поверьте мне, камера такого не передаст Да, смартфон облазит, но это до такой степени не критично, что это вообще полная хрень Это действительно я могу назвать придиркой Второй минус, к которому все цепляются, это задняя крышка смартфона Да, я тоже считаю, что это какой-то гонивость Я умею, действительно ошиблись с выбором задней крышки Поэтому я самостоятельно взял свою крышку стоковую, снял Которая была выполнена из стекла И заменил ее вот на такой вот софт-тач пластик Крышка из софт-тач пластик стоит 2 доллара Но зато сколько радости пользуюсь я смартфоном с такой крышкой уже около 3 месяцев И действительно не нарадуюсь Оно и на ощупь приятнее, чем стекло И гораздо практичнее Можно не бояться вложить, класть смартфон на любые поверхности Брать его и 2 доллара не жалко, короче Третий минус, который вылез, это царапины на экране смартфона Они довольно глубокие, обратите внимание Естественно, никаким ногтем, ничем-нибудь другим Я не смог бы нанести такие царапины Объясняю, как все это дело вышло Был уже поздний-поздний вечер Я уже готовился ко сну Тут меня жена будет, говорит Максим, просыпайся, там наша дочь с твоим смартфоном Что-то играется туда-сюда И говорю, ой, ладно, черт с ним Потом слышу, она такая Делает, типа Она, короче, взяла Использовала mi 5 как машинку Она взяла его в руки Положила его экраном вниз на пол И несколько раз Поигралась, короче, с ним, как с машинкой Брум Так, поводила Естественно, я взял Посмотрел Тут у меня полная жесть Короче, царапины действительно очень глубокие Ну, опять же, это не по моей вине Однако Есть минус у этого стекла, так или иначе Да, оно поцарапалось из-за того, что дочь поиграла с ним в машинке но еще до этого оно поцарапалось от моего ногтя здесь снизу, потому что вот так я разблокирую смартфон, и здесь были маленькие микроцарапины, они, в принципе, никак ни на что не влияли, но они были, и так что с этим стеклом, покрывающим экран, наверное, я тоже считаю, что всями немного ошиблись, и надо было выбрать что-нибудь более устойчивое к царапинам. Следующий минус, который вылез у меня, это кнопки, они теперь у меня не нажимаются, в этом виноват исключительно я. Я однажды сидел в кафешке, налил себе в стаканчик колу, поскольку у меня кривые руки, я промахнулся мимо стаканчика и налил прямо на Xiaomi Mi 5, залил весь экран, залил ему корпус, думал, все, ему придут полные кранты, но, как оказалось, ограничилось всего лишь потерей, вернее, ограничением работоспособности данных кнопок, как и регулировки громкости, кнопка включения теперь у меня прожимаются очень-очень туго, но, опять же, это можно считать тем минусом, в котором виноват исключительно я сам. Следующий минус, аккумуляторная батарея. Внутри аккумулятор несъемный, 3000 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Не раз бытовало мнение в интернете о том, что быстрая зарядка портит аккумуляторные батареи гораздо быстрее. Да, на самом деле так и есть. Теперь, когда доходит процент заряда до 15%, смартфон начинает очень быстро разряжаться. Но я решил эту проблему следующим образом. Когда у меня заряд батареи достигает 15%, я включаю режим энергосбережения, и в таком режиме он разряжается гораздо медленнее. Но, тем не менее, такая проблема есть, и за четыре месяца с быстрой зарядкой аккумулятор, можно сказать, немного деградировал на 15%. Даже несмотря на то, что аккумулятор начал немного деградировать, он все равно заряд батареи держит лучше, чем его конкурент. Например, тот же OnePlus 3 с новой батареей заряд держит гораздо хуже, чем Mi 5 со старой батареей. Вот, пожалуй, и все по таким явным косякам, явным недоработкам. Теперь давайте пройдемся по тому, к чему обзорчики придирались, но из чего я больше всего ржал. Первое, из чего я ржу, это с вот этой вот кнопки сканера отпечатков пальцев. Все придираются, к ней говорят, что она типа узкая, надо несколько раз прикладывать. Это все полная хрень, не верьте, кто это говорит. Сканер действительно очень быстрый, срабатывает 10 из 10. Этой площади сканеру вполне достаточно, чтобы распознать с первого раза ваш отпечаток пальца. К сожалению, я отключил данную функцию, потому что сканер мне, он в принципе нахрен здесь не нужен. Это относится не только к Mi 5, я на всех своих смартфонах, которыми сейчас пользуюсь, отключил сканер пальцем, потому что меня сканеры начали тупо бесить. Все, это единственная причина, почему я сканерами не пользуюсь не только на Mi 5, но и вообще везде. Второе, к чему люди придираются, это к прошивке. Xiaomi Mi 5 из коробки работал у меня на MIUI 7. Сейчас он по воздуху обновился до MIUI 8, но я все еще хожу с Cyanogen-модом неофициальным, 13-м. Я не знаю, чья это сборка, им не лень ее обновлять. Здесь косяков действительно немерено. Некоторые обзорщики говорили, что вот, типа, Cyan решит все ваши проблемы. На самом деле это не так. У Cyanogen тоже есть куча косяков, о которых пользователи узнают уже после прошивки. Да, я Cyanogen поставил исключительно ради того, чтобы ко мне приходили уведомления, потому что на MIUI я никак не могу победить эту сотону, но здесь полно других минусов. Если MIUI она славится своей стабильностью, плавностью и красотой, а Cyanogen своей возможностью кастомизировать систему, то я все равно предпочитаю, честно сказать, MIUI из-за того, что она гораздо стабильнее. Хрен с ними с этими уведомлениями, все равно стабильность, я считаю, гораздо важнее в смартфоне, чем возможность кастомизации. Многие спрашивают, как дела обстоят с автономностью, как дела обстоят с камерой. Никаких различий я не заметил ни в автономности, ни в лучшую, ни в худшую сторону, ни в камере, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Камера как снимала, так и снимает. А кум как держал полдня до шести часов вечера, так он и держит. Ничего сверхъестественного здесь не прибавилось, не убавилось. Но по части прошивок Mi 5 дает огромную фору своим конкурентам. Если зайти на 4 PDA и поискать кастомные прошивки для Mi 5, то вы просто охренеете от того разнообразия и обилия прошивок, которые есть на данный момент на данное устройство. Все, начиная от флайма до MIUI. По-моему, даже винда на него какая-то есть. То, что никаким OnePlus и звукам даже не снилось, здесь все реализовано сторонними разработчиками. Красота, короче. Вообще полнейшая. Вы можете кастомизировать смартфон как вы захотите. И в этом и есть суть Xiaomi. Они всегда были за кастомизацию. Ну и самая главная претензия у обзорщиков была, конечно же, к камере. Я скажу вам, что камера у него снимает охренительно. Фотки получаются крутые. В темноте, да, немного можно придраться к тому, что вылазят шумы. Но в остальном камера просто супер. Мы с оператором брали Mi 5, брали Uplay AirBird, стабилизатор для смартфона. И ходили на закрытие сезона драг-рейсинга у нас в Ак-Тубе. Снимали ролик. Ролик получился охренительным. 95% того ролика снято именно на Xiaomi Mi 5. Если вам интересна полная версия, можете пройти по ссылке в описании и ознакомиться. Но скажу я вам, что это один из лучших камерафонов пока, которые у меня были в руках. Я не скажу, что OnePlus 3 снимает гораздо лучше, чем он. Да, у меня есть небольшие претензии по оптической стабилизации, потому что картинка получается более желейная. Но представьте себе, у OnePlus 3 тоже самое абсолютно. И китайцы пока в оптическую стабилизацию, видимо, не сильно могут. Да, это не Galaxy Note 7, но он и не стоит как Galaxy Note 7. Вот такие вот вылезли косяки. Не скажу, что это прям довольно критично. Половину из этих косяков можно списать на мою халатность, на моё безалайберное отношение к смартфону, а оставшуюся половину можно назвать тупо придирками. Я на самом деле считаю смартфон Xiaomi Mi 5 лучшим китайским смартфоном, несмотря на то, что у меня в руках побывали за это время и ZOOC Z2, и OnePlus 3, который я тоже сейчас тестирую. Но всё равно Xiaomi Mi 5 мне нравится гораздо больше из-за его размеров и возможности широкой кастомизации. Не только интерфейса, но и самого смартфона. Я вот его крышечку, например, поменял. Он теперь для меня идеальный. Было видео на канале идеальный Xiaomi Mi 5. Можете пройти посмотреть, там уже больше 200 тысяч просмотров. А на этом всё. Не забывайте подписываться на канал, ставить оценки этому видео, вступать в группу ВКонтакте и заглядывать в мой профиль в Инстаграм. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok